Здравствуйте, я начну наш цикл лекций. Я сначала представлюсь. Меня зовут Лакшпина Райан Дас. Мне 36 лет. Я ответственный за проповедь ведического знания на территории Сибири, где мы представляем широкой аудитории доступным образом основные ведические литературные произведения. Я буду вам рассказывать то, что я знаю из ведических произведений, то, что я знаю из своих практик, то, что я знаю от своего духовного учителя. Ведическая литература, по признанию современных ученых, материалистичных ученых, является самой древней литературой на нашей планете. Цель этой программы – дать разумным людям знания. Это цикл лекций, состоящих из трех публичных лекций и одного практического занятия, где я объясняю практику системы Бхакти-йоги. Первая лекция посвящена теме единства философий, их различия, единства религий и их различия. Вторая тема – закон кармы и реинкарнации. И третья тема – это ведическая космография и астрономия. Все эти три лекции взаимосвязаны. И если кто-то из вас прослушает все три дня, то на третий день он поймет, что, как и почему устроено в этом мире, то есть, по крайней мере, с позиции ведической концепции. Итак, я перейду к ответам на вопросы, на записки. Как вы относитесь к книгам Лазарева? Я уже говорил вчера, я ко всему отношусь нормально, ко всему абсолютно. Суть в том, что ведическая литература не дает возможности, если вы получаете ведическое знание, кого-то отмежевывать, вот эти плохие, эти хорошие. Вы просто понимаете, что кто-то находится в гуне невежества, кто-то находится в гуне страсти, кто-то находится в гуне благости, кто-то на таком уровне, у кого-то такая карма, у кого-то такая... Вы просто думаете, как дать этим разным людям, на каком уровне адаптировать определенные знания, чтобы их возвысить. Вот и все. Это как Христос приходит, он прекрасно знал о том, о чем я говорю. В большем объеме полностью реализованная личность. Но когда приходят к определенной части населения, которые рыбаки, крестьяне, там, серпы молот или еще что-нибудь, мясо едят, приходится адаптировать, то есть до той степени, что, по крайней мере, они могут принять. Потому что если вы на них вывалите это знание, как он говорит, как буду говорить о небесном, когда земного понять не можете? Это его фразы. Точно так же здесь. Лазарев и все остальное, это определенное знание. Это факт, что это определенное знание. Позволяет какой-то части населения хотя бы оттолкнуться от чего-то. Люди же даже не знают, что такое карма. И вот он пишет там свою диагностику кармы. Это, конечно, такие 20% научные, то, что подтверждается в ведической концепции, и 80% его собственное измышление. То есть он запутывается. То есть это спекуляция. То есть маномает, спекулятивная уже. Но, по крайней мере, даже этих 20% достаточно, чтобы люди оттолкнулись от чего-то. И они начали задумываться. Потому что он говорит, даже если вы знаете 20% о том, что существует Уголовный кодекс, вы же как, оба, значит меня посадят. Вот сколько людей знает статей из Уголовного кодекса? Ну, я думаю, что процентов 10, наверное, статей из Уголовного кодекса знает, и этого достаточно, чтобы понимать, что есть, значит, другие статьи и все остальное. Точно так же и закон кармы. То есть вот Лазарев пишет, какую-то часть он дает, и это, по крайней мере, дает понимание, что значит есть что-то и другое, что нас контролирует, и нас может поставить какие-то неприятные положения. Но он не дает точно, четко, поскольку он сам лишен ведической концепции. Хотя он говорит там о любви к Богу и все остальное. Вы не думайте, что просто так можно заявить, о, любовь к Богу. Нет, это определенный научный термин, бакти, это научный термин. Нужно знать определенные доктрины философские, знать учения, научно знать. И ведическая литература, веданта как раз об этом полностью раскрывает всю концепцию. Мироздание, как устроено, как планеты устроены, какие солнца есть или какие нет. Поэтому вся наша астрономия, техника и все остальное, это лишь, мы не можем сказать, что это полный абсурд. Поэтому мы не выступаем против этого знания. Мы говорим, что это часть трехмерного восприятия, то есть деградация. Все эти космические корабли, это смехотворные аппараты по сравнению с теми, которые существуют. Все эти атомные бомбы, это просто выстрелы хлопушек, на самом деле, с тем оружием, которое существует. И все это, на самом деле, все, что мы видим, и чем мы гордимся, это просто смех. Но мы заключены, я завтра вам объясню, как мы заключены в определенный оазис. Мы даже не видим свою землю. Говорится, что очень скоро будут открыты новые земли. Огромные континенты здесь на земле будут открыты, заселенные людьми более продвинутые, чем мы. И они здесь живут, на этой же земле. Есть много воды и много земли на земле, которая полностью от нас сокрыта, поскольку мы не можем видеть этого, не можем войти, и нас туда не пускают. Это так же, как я вам говорил о Шамбале. Вы заходите попасть в Шамбалу, вас никто не пустит. Она оберегается. Вы должны развить определенный уровень сознания, нравственности, определенных способностей, тогда, пожалуйста, милости просят. Но если вы этого не сделали, вы будете спекулировать и рассказывать своим соседям, как вы в медитации что-то там видите. Это все ман и мая. То есть спекуляции. Вы будете просто себя прославлять, делать из себя каких-то там выдающихся, что к вам Бог пришел, он там вам сказал, что вы выдающаяся личность, что вы не зашедший, что вы Христос. Их очень много таких. Последней конференцией была слет Христов, было 240 человек, которые объявили себя Христами. Что бояться? У нас столько аватар, видите? Столько. И на самом деле ни один из них не является Христом. Но люди, у меня это себе всякие виссарионы ходят, говорят, и люди, самое страшное, что находят они своих последователей тысячами. И ведическая литература полностью описывает, кто, как, почему, зачем и что. Поэтому этот материальный мир позволяет очень быстро и научно разочароваться. Поэтому есть такое произведение, Нара да Пурана, я вам уже рассказывал, еще раз напомню, где Господь говорит своему предному. Он спрашивает, для чего ты создал этот материальный мир? И он говорит, я создал это материальное проявление лишь для того, чтобы глупые живые существа в стремлении наслаждаться отдельно от меня вошли в него, запутались в последствиях своих греховных поступков, разочаровались в этом материальном проявлении и встали на путь преданного служения бхакти-йоги и возвратились в свое изначальное, вечное, блаженное состояние. Все. Это цель создания материального мира. Здесь нет других целей. Кто-то раньше это понимает, кто-то пытается еще каким-то образом думать, что этот материальный мир как-то совершенен, что здесь можно приспособиться. Нет. Здесь вот в Бхагавадгите объясняется, что от самой высшей планеты до самой низшей все это есть ее доля рождения, старости, болезни и смерти. Даже Брахма умирает, хотя он живет 311 триллионов, 40 миллиардов земных лет. Люди, которые живут на Сатья-Локи, то есть вот на этой высшей планете, они живут 15 триллионов 432 миллиарда земных лет. Это жизнь, средняя жизнь жителя Сатья-Локи. Поэтому кто-то может сказать, и будет вам жизнь вечная, потому что люди, даже таких цифр не могут представить, что столько можно жить. Но здесь земляне, которые живут рядом с нами, то есть из других областей земли, они все живут 10 тысяч лет. Они обладают силой 10 слонов, они более высокого роста, у них ведическая культура, они знают это все, о чем я вам рассказываю. Когда они приходят сюда, они могут масштабироваться, то есть до нашего уровня, как бы адаптировать знания. То есть есть очень много областей на земле. Земля Бхарата Варша огромна, и люди ничего не знают о своей земле и уже куда-то стремляются. Они еще не разобрались, что здесь. Поэтому они открывают там Америку и думают, вот мы открыли Америку. Не так долго осталось, когда откроют еще новые континенты, новые культуры, будут новые изыскания. Говорится, в 2003 году вся планета примет веды как самый авторитетный источник научного знания. Это предсказано и мы увидим это. Так же, как было предсказано 73 года и 7 месяцев и мы все увидели. Советская власть ровно через 73 года и 7 месяцев. И дальше было предсказано, что русские, русские именно, вот эти, хуна, кто принял Асурадхарму, они примут ведическую культуру самой первой. Поскольку центром ведической культуры была бывшая территория России. Это Кавказ. Поэтому вы найдете во всех описаниях, что Ной в ковчег, Арарат, Кавказ, Золотое руно Одиссея, Кавказ и все, многое было связано с Кавказом. Но столица ведической культуры была Хастинопура, Дели современной. Хастина, это означает слоны, белые слоны, Пура, город. То есть, белые слоны, это особое качество, иметь белого слона, это особая привилегия. Это Хастинопура. Почему Кавказ? Потому что Кавказ это тоже одни из уровней Гималаев. Гималай огромный, мы ничего не знаем о Гималаеве. Есть три уровня Гималаев. Есть большие Гималаи, средние и маленькие. Те, которые мы с вами видим, это трехмерное восприятие Гималаев. И есть большие Гималаи. Есть очень много предсказаний, что там вот есть, допустим, предсказание Бавишти Пурана о нашей стране. Говорится, что та большая страна, которая примет Асурадхарму, то есть, демоническую философию, она продержит ее на своей территории 73 года и 7 месяцев. И тогда, когда это уйдет, полностью, то есть, будет выкорчевано, там, говорится, переводится выкорчевано, то есть, полностью изъято. И никогда не вернется уже это. Никогда. То есть, вы забудьте просто, как страшный сон это все. И там эти все подлоги, кто-то там бредит еще этим, это все, говорю, как привязанность к старому шкафу, вот туда, потому что в детстве мы в нем играли, это привязанность просто. А это все ушло до новой Кали-Юги. Если кто-то дожить решил до новой Кали-Юги, еще здесь оставаться, вы еще раз столкнетесь с этими всеми проявлениями. И вот предсказано, что когда большая страна сбросит это вот бремя, выкорчевана будет эта философия, то они разобьются на мелкие страны и будет большая война. Мы видим, что сейчас все эти страны воевали, то есть, уже сейчас заканчивается, но все равно мы видим эти междоусобные войны, между этим, дружба народов, так называемая. Дружбы никакой не было никогда. Поэтому как только убрали эти определенные факторы, вы не думайте, что была какая-то дружба. Дружба была у нас, может быть, вот кто-то узбек, но межгосударственный, то есть на уровне никогда дружбы. Была философия, политика сдерживания, страха, то есть определенная кабала, и люди поэтому терпели. Давно бы национальные проблемы возникли, потому что они были неестественны. Поэтому как только это сбросилось, сразу естественный ход пошел. Какой? Все сразу начали воевать. Это предсказано в Пуранах, что произойдет такое в Кали-Югу, в этой большой стране. Также я знаю о предсказаниях того, что говорится, когда эта большая страна разделится на мелкие страны, близлежащие мелкие страны объединятся в огромный экономический союз на основе финансов. И мы видим, что вот страны европейского сообщества, они уже сформировали этот блок, с едиными финансами, говорится, будут единые деньги, единые финансы будут в Европе. Это тоже предсказано. Также говорится, что религия, которая не принимает никакой другой религии, объединятся под одним флагом, месяцы и звезды, они объединятся. Это уже происходит. Сейчас эти страны объединяются под одним флагом. Есть предсказание, что они бросят вызов миру. Кто не принимает нашу религию? Джахат, или как называют, газоват. Священная война с неверными, они сделают вызов. То есть, не военные, но вызов бросит, такой политический вызов. Есть очень много других предсказаний. И также параллельно этим предсказаниям есть описание, что люди ведической концепции будут распространять это знание по всему миру в каждом городе и деревне. Они будут есть освященную пищу, воспевать святое имя и совершать определенную деятельность, определенные яги будут проводить. И они очистят каждый город и каждую деревню. Это тоже предсказано. То, что сейчас происходит, это было предсказано. Как придет одна личность, указывается место рождения этой личности, не зашедшей, то есть о ней говорится, что она придет и переведет книги, лучшая из ведической литературы с умом Боном, переведет на язык, который будет на санскрите звучать «Айн Климэн Шанн». «Айн Климэн Шанн» — английский язык. И этот язык, есть предсказание, этот язык станет языком мира. Английский язык будет языком мира. Люди будут общаться между собой на английском языке. Мы уже сейчас это видим, что уже если вы уезжаете куда-то за рубеж и не знаете английского языка, все, вы изолированы. На самом деле, уже давно мир общается на английском языке. Все конференции, собрания, всякие лекции, научные изыскания, все делают, труды пишутся на английском языке, потому что если вы хотите выйти на международный уровень, общаться с другими народами, вам нужно знать английский. Это было предсказано. «Айн Климэн Шанн», то есть язык этот станет языком мира. Так и есть очень много других предсказаний. Очень много. Родина ведического учения является Индия. Слово «Индия» произошло только в Калии, югу, и не так давно. Есть такая река Синд. И когда завоевывали Индию, те, кто на этой стороне жили, и те, кто за Синдом, они говорили «Синду, Синду», они с буквой «С», и они говорили «Хинду, Хинду, Хинду», и получился такой «Хинду». Все, кто там живет, и те, какие религии, все это индуизм, и все они индусы. И все это Индия. На самом деле, все это называется «Бхарата». И все на самом деле является «Бхаратой». Если так говорить, понятие «всю Индия». Значит ли это, что индусы исключительная нация? В Пуранах говорится, что родиться на территории Индии – это хорошая карма. Потому что там человек ближе может узнать о ведической литературе. Чем дальше от Индии, то вы сами понимаете. Я еще раз говорю, есть разные нации, народы, которые объяснены. Но это не связано с тем, что вы в любом месте в Индии рождаетесь, и в любом сословии. Под мостом где-нибудь там? Нет. Есть определенные уровни, в которых благоприятно рождаться. Допустим, если вы рождаетесь в семье Брахмана. У вас мама Брахман имеет второе подсвящение брахманическое, дважды рожденное, и папа Брахман. Это самое лучшее рождение кармическое считается. То есть, это живое существо только один шаг ему остался до освобождения. То есть, оно в прошлом было великим йогом, это живое существо. Поэтому он рождается в семье Брахманов. И отец Брахман, и мать Брахмана. В Бхагавадгите как раз это объясняется, что самые возвышенные личности, по каким-то причинам не достигшие окончательного результата, рождаются в богатых аристократических семьях или в семьях Брахманов. Самая лучшая карма родится в семье Брахмана, а не в богатых аристократических. Это богатство становится что? Причиной того, что они неправильно начинают использовать и сжигают свою карму. Ваши отношения к воинскому пути, то есть к древним боевым искусствам на основании ведического учения. Спасибо. Есть такой раздел, называется Тханурведа. Это очень огромное, обширное воспитание кшатриев. Но там немного другое. То есть то, что мы сегодня знаем в боевых видах оружия, боевых искусствах, это уже все деградация. То есть там ничего на самом деле такого, основу все утеряны. Ведическое искусство, вот Тханурведа, сейчас есть определенные районы, где люди практикуют эти вещи. То есть те, которые прошли определенный отбор, тоже классификацию, у них есть природа воинов. Но все только действует немного по-другому. Эти боевые искусства, виды оружия связаны с определенным путем мантра. Не янтры, а мантры. Они определенными умственными упражнениями. То есть определенные звуковые вибрации внутренней биджи, когда человек читает определенную мантру, он входит в определенное состояние, и в этом состоянии он неуязвим. Это примерно схоже, как вот Гичин Фунакоши был один из таких мастеров школы, если кто-то знает, Шатакан, Школа Тигра, он был довольно большим мастером. И он достиг вот этого психологического состояния. На самом деле боевые искусства это йога в движении. То есть тоже нужно познать абсолютную истину через эти вещи. Победить определенные свои концепции животные. И он, когда победил 60 с лишним человек одновременно, он понял, что он стал неуязвимым. И он описывает это состояние. Он сразу прекратил заниматься и стал философом. И он стал очень много говорить о Боге. И он очень сожалел о том, что он выбрал военный путь для постижения абсолютной истины. Ну, это такой пример в нашу эпоху. На самом деле Тханур Веда, она описывает разные всевозможные виды тренировок, но все они связаны с определенными состояниями психики. В человеке изначально заложены очень могущественные силы. Он может, вот как вот сейчас женщина говорила, медиум. То есть человек в определенных состояниях может получить силу определенного полубога. И просто вы ничего не сделаете. Таких воинов называли махарадхи. Вот в русских сказках был там Алеша Попович, Илья Муромец, он там один раз ударит, сто тысяч человек упадет. Такие же махарадхи, махарадха, это значит великий воин. Они описаны в ведической литературе. На самом деле этот человек обладал определенными способами, определенными упражнениями. Он входил в определенное состояние и через него действовал один из военных полубогов. Поэтому этот человек становился неизвимым, а один на самом деле мог уничтожить целую армию. Один в одиночку. Учение Талтеков в книгах Карлоса Кастаньеды. Миф или реальность? Реальность. Они связаны с этим. Запомните вот такую очень важную аксиому. Если вы видите какую-то философию или какую-то практику, которой говорит Бога нет, или Бог какая-то пустота и все остальное, лучше от нее отказывайтесь. Это означает, что они не принимают Бога. Они безбожники. Значит, кто они? Асуры. Как бы они добро не выглядели, какое бы здоровье они вам не поправили, потому что они поправляют здоровье. Почему? Потому что вы ради здоровья все делаете. И кто вам для него вы будете хоть шот теперь? Это все материализм. То есть кто-то деньгами одарит, кто-то вам здоровье даст. не произошло. Он показал всем, кто демона, кто праведный человек. Вот смотрите. Почему думаете они на той стороне? Потому что им нужны деньги и все остальное. А почему вы на этой стороне? Потому что вам нужен только Бог. Поэтому я с вами там. Если вы ведете какую-то философию, где полностью говорят Бога нету, это безбожье. Безбожье называется асура. Асура на санскрите означает демон. Но многие могут подумать, о, я вот Бога не верил, я демон. Я хочу вас успокоить. Это тоже ведическое знание, это не какое-то поддание. Ведическая литература описывает, что каждое же существо на самом деле обладает божественной природой. Существа обладают только божественной природой. Превращаются в демонов. Вот помните, я сейчас рассказал, что каждый убийца имеет будущее. Ты святой и мошла. От демона перейти совершенно в другое. Поэтому мы находим в истории очень много подтверждений, когда демоны они просто становились божественными личностями. То есть греховные личности становились святыми. Поэтому демоны все. Многие могут подумать, «О, я вот Бога не верил, я демон. Я хочу вас успокоить». Это тоже ведическое знание, это не какое-то подыгрывание. Ведическая литература описывает, что каждое живое существо на самом деле обладает божественной природой. Все живые существа обладают только божественной природой. Они превращаются в демонов. Вот помните, я сейчас рассказал, что каждый убийца имеет будущее, а каждый святой имел прошлое. То есть человек может изменить свою жизнь. То есть он может от демона перейти совершенно в другое. Поэтому мы находим в истории очень много подтверждений, когда демоны просто становились божественными личностями. То есть греховные личности становились святыми. Поэтому нет проблемы, что это все замкнуто. Я вот демон и все. И вот вчера был такой в записке вопрос о египетской культуре. Что вроде бы в мире разделено на две цивилизации. Арийская и египетская. Нет. Египетская это выкинутые кшатрии из ведической культуры. Говорится, что в Трета-югу, в начале Трета-юги более двух миллионов лет назад воины, великие воины Бхараты, Варши, это ведической культуры, отказались подчиняться браманам. А вся ведическая культура построена на брахманическом правлении. Поскольку браманы носители ведического знания. Они все бежали на новые земли. Эти новые земли были в пустыне. Оттуда начинается культура и цивилизация Египта. Это описано в ведической литературе. Как это произошло. И они себя уже обрекли на поклонение полубогам. Ра. Знаете, да? И в Сфинкс, есть планеты, на которых живут праджапати, прародители человечества. На самом деле люди не произошли от обезьян. Вся жизнь так распространилась по вселенной с определенных планет. И мы с вами тут тоже заселяем эту планету. Есть прародители человечества, они на других планетах. И многие культуры, допустим, египетская культура связана с этими полубогами Ра, которые строили эти пирамиды. Сфинкс, есть определенные астрономические, астрологические факторы, мистические факторы, которые начнут свою работу точно так же в определенное время. Так же, как многие пирамиды и многие мистерии связаны с созвездием Ориона. Там живут эти живые существа, которые связаны с египетской культурой и куда уходили цари на эти планеты. Почему вы считаете, что божественное знание может передаваться только по цепи ученической преемственности? Я так не считаю такого закона. Это как вот, ну почему вы считаете, что сопли текут из носа? Я так не считаю, они текут оттуда именно. То есть, есть определенные законы, которые действуют и все, и как вы не хотели, они не зависят из-за того, что хотите, нравится вам, не нравится. Вот глаз им орехи не щелкают. Понимаете? И вы скажете, почему вы считаете, что глазами это нельзя щелкать орехи? Потому что глаз для другого приспособлен. Так и есть определенные законы для распространения духовного знания. Есть те законы, которые противоречат этому закону. Вот и все. Это примерно так же, как вам говорят дважды два четыре. А почему вы считаете, что дважды два четыре? Это у нас очень философский вопрос. Где такое вы? А может это спекуляция? Ну может быть. Поэтому есть двоечники, отличники, есть удачники, есть неудачники, есть больные, есть здоровые, есть люди продвинутые, есть люди задвинутые. Такой вопрос очень интересный. Вы сказали, что имеете миллион доказательств существования Бога, но не привели ни одного. Если вы все-таки не поняли, я приведу такой пример. В мире вы не найдете, что есть понятие и нет предмета. Или нет объекта. Вот есть понятие, а объекта не существует. Назовите хоть один. Чтобы было понятие, но этого не существовало. Вот сейчас вы начнете искать и не найдете. Если этого бы не было, то не существовало бы такого понятия даже. Вот представим, мы говорим, колбаса. Если есть такое понятие, да, и слово, значит существует этот объект. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. То есть все здесь в мире так, построено на энергиях. Если нету какого-то энергии, нету субстанции, то о ней просто нету понятия. Потому что ее нету. Это как вот человек приходит домой и говорит, у тебя есть отец? Он говорит, нет отца нету дома. У меня нет отца. Так же любой нормальный человек понимает, что если ты есть, значит есть кто тебя создал. Я когда-то читал Канан Дойля, и первое, откуда я получил, помните, мы все восхищались этим методом дедукции. Да, как вот Шерлок Холмс, он там какого-то пятнышку, и так здорово, так четко, и прямо правда получалось, что вот здорово, все можно понять, как ясновидящий. А он так просто. И там Латсон спрашивает, Холмс, а вы в Бога верите? И так весь напрягся, потому что он был уверен на 100%, что Холмс материалист. Он говорит, конечно, Латсон, я верю в Бога с детства. Я говорю, как? Он говорит, боже мой, в 4 года, когда я увидел цветок, я понял, что Бог есть, и Он личность. Иначе зачем было появляться цветок? И у него нет никакой, вот так вот люди, они говорят, чего? Нет, я знаю, что вы все разные, поэтому я не говорю, что все вы это примете. Каждый примет то, сколько он способен унести. Знаете, как вот есть такой случай, как человек, человек говорит, дайте мне много арбузов, не стоит. Ему дают два. Он говорит, дайте еще. Ему дают, а они все падают. Но он счастлив, что ему давали. Назовите, пожалуйста, универсальные законы Вселенной. Универсальные? Закон кармы, закон реинкарнации, закон старения, закон смерти существует. Очень много этих законов. Их перечислить очень сложно, поскольку их, вот представьте, 33 миллиона полубогов и 33 миллиона материальных законов. И плюс еще существует огромное количество духовных законов, определенно. Это основные закон кармы, закон реинкарнации, закон рождения, закон смерти. Это все связано с круговоротом рождения и смерти, самсара. Закон получения определенных тел. Вот как в Библии есть такое выражение, когда Христос говорит, кто не делает зла, не подвержен злу. Это закон кармы. То есть, какие-то проблемы происходят только с тем, кто это сделал. Точно так же. Точно так же. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Или как вот недавно выражение какого-то писателя мне попалось, если вы в прошлое стреляете из пистолета, будущее в вас стреляет из пушки. Он прочувствовал, что так все устроено в мире. Он прочувствовал. То есть, люди подозревают об этом законе. Они подозревают, не знают точно. Но внутренне это знание существует у всех стопроцентно. Поскольку мы уже прошли неоднократно как защититься от всех сущностей, живущих на земле. Такой очень интересный вопрос. Христос по этому поводу говорил, не лгите, не крадите, не прелюбоденничайте. Вернее, он начинал, возлюби Бога всем сердцем своим, возлюби ближнего, не кради, не лги, не прелюбоденничь. И везде ответы есть. Как защититься от всего? Он и спасает, поэтому его и называют спасителем. Он дает эти законы, которые спасают людей от многих проблем. Вот примерно как человек спрашивает. Вот сейчас сколько градусов там минусов на улице? Ну, минус 25, представим. Больше? Минус 30. 20. Да не важно же, конечно. Конечно же, не важно. Факт, что там холодно. И кто-то бы сейчас голый зашел и сказал, как избавиться от мороза? Я бы просто сказал, оденься, дорогой. Все очень просто. Ваши отношения к тайной доктрине Агни-йога нормальные. Я, конечно, не имею никакого отношения к этим знаниям, но мое психологическое отношение или эмоционально-нервное это нормально. То есть, я не нервничаю по поводу этих учений. Я с ними знаком и с тайной доктриной Елены Петровны, и с другими работами Елены Петровны я знаком. И с Агни-йогой я знаком. Я знаю все это. Нормальное знание, но это пхукти. Пхукти, то есть, о чем я вам говорил, если вы помните, внимательно слушали, существует три уровня материалистических, полных материалистических и два уровня, которые связаны с духовной жизнью. Все остальное это материализм. Это уровень Ану-мая, Прана-мая и Мана-мая. Вот уровень Агни-йоги это Мана-мая, то есть, это исходит из определенных знаний мыслительных, определенных контактов с теми живыми существами, которые находятся немного в другом измерении. Это в основном связано с якшисами, то есть, их Агни-йога очень связана с якшами. Это есть описание в ведической литературе. Тибетцы, это потомки якшисов. Здесь, в атмосфере Земли, есть огромная планета, она называется Якша-Лока, но она находится в другом измерении. И вот эти якши, они в свое время жили здесь, на этой планете, и у нас есть очень много исторических контактов с ними в прошлом. Тибетцы, это все потомки этих якшисов, тибетский народ. Поэтому они в основном буддизм приняли, потому что основная философия на якши-локе это Ахимса. Поэтому именно тибетцы восприняли буддизм. Индусы нет, индейцы не принимают буддизм как какую-то особую философию. А тибетцы приняли, поскольку это сходность той философии, откуда они являются потомками чьими. Это якши-лок. И вот эти Агни-йога и многие вещи, книги Дзьян, другое положение. Не в нашей проекции, но они позволяют расширить, естественно, кругозор, интеллект, какое-то представление, то есть приносят какое-то определенное благо. Вы знаете, надо очень хорошо понять, что любое знание, оно имеет две стороны. То есть вы можете его применить как во вред, так и в благо. Это все так на самом деле устроено. Поэтому есть определенные практики, определенные знания, которые очень строго оберегаются. Есть определенные виды способностей, которые ни в коем случае нельзя передавать человеку, который не прошел определенный курс обучения, не достиг определенного нравственного уровня, статуса определенного. Никто вам не расскажет и никто вас не обучит. Это полностью под контролем находится. Уринотерапия с точки зрения ВЕТ. Это очень удивительный раздел знания. Пить мочу. На санскрите уринотерапия называется Шримамба-Сигицу. В Бавиши Пуранах описывается, что глупые люди кали-йоги будут применять Шримамба-Сигицу и будут получать рак крови. Они будут пить мочу и будут получать рак крови. У них будет хорошо прочищаться кишечник, но в итоге они получат рак крови. Это предсказано. Поскольку Ахара их нечиста. И они не знают определенных принципов, как действовать. Есть раздел в Пуранах. В кали-югу это не метод. Это было в прошлой эпохе. И что такое Ахара? Пища. Если вы едите всякое мясо, омлет и все, ваша моча это яд, вы убиваете себя. В кали-югу Шримамба-Сигицу не работает. Даже если вы станете вегетарианцем, она не будет срабатывать. Вы получите рак крови. Вот все, что я могу сказать вам, что описано по крайней мере. Это немного более на уровне изменения всех этих частиц. И самое еще, что там есть упоминание, что те люди, которые будут заниматься Шримамба-Сигицу, они будут уничтожать свои генетические способности и потом этот рак крови будет переходить по наследству. Люди не знают кали-юга, понимаете? Здесь столько много всяких глупостей, столько много писаний объявляются какими-то. Неужели можно все воплощение убивать, воровать, злиться и одной лишь благой мыслью во время смерти избавить себя от возмездия? Да, это очень хороший вопрос. На самом деле очень часто люди спрашивают, они не знают о природе ума. Говорится, человек в момент смерти немного другое испытывает. Почему? Это закон природы такой, установленный Богом. В момент смерти человек вспоминает о том, к чему он был больше всего привязан в жизни. Вы вспоминаете о самой великой ценности. Вот человек умирает и говорит, деньги на книжке остались и умирает. Или вы думаете, ой, мой ребенок, я умер. И думаете о ребенке. Потому что в момент смерти вы понимаете, что вы уходите. И поэтому у вас сразу срабатывает страх перед потерей каких-то привязанностей. Жена, дети, там что-то еще, что-то не додел, клад не зарыл или не откопал наоборот. Люди, вот они такие, они же, представьте, если всю жизнь думал о колбасе, о вот этом фильме, там какая, там прекрасная Мария или не прекрасная Мария, там рабыня и заура, и вокруг этого голова крутилась. В момент смерти все это всплывает, все ваши привязанности. Чайник, какая-то сковородка, ребенок там, ех, не успела я ему штаны сшить. Да, если кто-то знаком со смертью видел, я видел много тоже смерти своими глазами, я видел, о чем люди беспокоятся, о чем они думают в момент смерти. И я редко увидел, что он там начинает говорить, отче наш, сущий на небесах. Нет. Он говорит, ну Гаврила поганец и умирает. Он думает, что Гаврила там в том, что он умирает. Или, ах, эти врачи, и все. Поэтому, если вы всю жизнь убивали, воровали, что-то делали, вы должны попасть в хорошие руки, то есть, вы должны получить могущественное знание какое-то, которое позволит вам вырваться. Поэтому я говорю, в Бхагавадгите есть этот стих, где Кришна говорит о Ржуне, даже если ты самый грешный из всех грешных, взойдя на корабль трансцендентного, только трансцендентного знания, ты избавишься и успешно переплывешь через океан рождения и смерти. Но ты должен принять высшее знание сразу. Если ты есть такое желание. Есть такой стих в Бхагавадгите. Кошки, бывшие люди или только собаки? Закон кармы неумолим, поэтому можно даже в камень превратиться. В 1961 году в Африке был найден удивительный такой феномен. На очень большой глубине достали большой кусок угля и шахтер, когда по нему ударил, там внутри был такой вакуум и внутри сидела лягушка и у лягушки не было рта, но она была живая. И эта лягушка через 8 часов умерла. Но как научный какой-то парадокс, такой аномалия, это было введено и это описано в некоторой научной литературе. Это карма. Как она там жила, кто был ее папа, кто был ее мама, никто не может понять. С позиции ведической литературы очень свободно можно объяснить все эти феномены. Человек может деревом стать. Может стать деревом, может стать тигром, может стать обезьяной. Это зависит от того, какой уровень сознания он культивирует. Поэтому он может стать, естественно, кошкой, свиньей, голубем. Вот, допустим, в ведической литературе раздел кармы. Говорится, что люди, которые привязаны к сексу, то есть очень сильно интересуются сексу, они постоянно помешаны на сексуальной жизни. То есть все, что они делают, они работают где-то в каких-то полуличных домах или они там фильмы снимают, ну все, это все на сексе. Есть такое описание, что эти люди, они получают тело голубя, голубя, потому что голубь имеет секс минимум 50 раз в день. И что, если у человека так сознание направлено на секс, то зачем страдать? Человек искать секс, где-то что-то, какие-то проблемы, он переносится Да, это устроение Господа такое. То есть он позволяет живому существу не страдать. Зачем страдать? Это как человек, который ему что-то хочет делать, ему говорят, нельзя, нельзя. Он говорит, да отстаньте от меня. Он уже культивирует, что его вот эти нравственные какие-то понятия его обременяют. И он очень плохо относится к этим нравственным понятиям, агрессивно. И он хочет это продолжать делать. Поэтому в сердце человека есть локализованный аспект Господа, называется параматма, то есть сверхдуша. И он контролирует закон кармы. У вас есть желание отказаться от этого. Вы получаете тело, где вас никто не будет ругать. Вот как, а ну свинья, а что она там? Даже внимания обращать не будет. И вы этим занимаетесь спокойно. Никто на вас внимания не обращает, никто вам не капает на мозги, никто не приходит, вам книги не читает, ничего. Вы отстрадали и возвращаетесь обратно в человеческую форму жизни. Так происходит. Я вот еще вспомнил сразу в связи с законом кармы такую историю. Господи Будде. У Господа Будды был такой ученик, очень продвинутый, очень близкий ученик. И когда он достиг самой высшей ступени реализации в буддийской практике, он был уже архатом. И один шаг до нирваны уже был. Как он медитировал, и Господь Будда подошел к нему и сказал, ты помнишь, когда мы с тобой только встретились, когда ты узнал, что я рассказываю Джатаки, прошлые рождения, могу определить прошлое рождения этих людей, кто они были в прошлом, ты так заинтересовался, вдохновился и все меня пытал. Кто ты был в прошлой жизни? Сейчас ты хочешь знать? Он сказал, нет, зачем? Он говорит, а ты вспомни, что я тебе сказал. Ты сказал, что я был великим мудрецом, и мне один шаг остался до реализации. Он говорит, я тебе сейчас хочу сказать правду. Ты в прошлой жизни был свиньей. Ученик заулыбался, сказал, теперь я это знаю. И он говорит, ну ты понимаешь, почему я тебе этого не сказал? Он сказал, конечно, учитель. Если бы ты сказал, что я был в прошлой жизни свиньей, я бы никогда не встал на путь духовной практики, то есть самоосознание. Если я был свиньей, чем? Но когда ты меня вдохновил, что я был великим мудрецом, и осталось совсем немного, я подумал, так жалко, я же там же столько сделал уже, надо так же сделать это. И он говорит, спасибо, учитель, ты меня спас. Вы понимаете, о чем я говорю? Не всем нужно рассказывать. Поэтому я говорю, ведическая литература не цель показать, что кто был там свиньей или кем. Уберечь надо, вдохновить, чтобы не стать свиньей. Могут ли сны открывать предшествующие воплощения? Да, могут. Вообще, диапазон снов очень обширный, и очень это связано с кармой, это связано также с другими живыми существами. Сон – это бытие на тонком уровне. То есть все, что происходит во сне, это реальное бытие, но на тонком плане. И оно перемещается из одной области в другую по этим коридорам Акаша-Патана, то есть по эфирному. Вы в эфире блуждаетесь, допустим, если сидите в комнате, раз, выходите во сне и уже в каком-то другом мире повернулись, нет, даже двери не осталось. Это вот так действует эфир. То есть вы из Африки пошли куда-то, заходите уже в своей квартире. Потом кому-то что-то говорили, смотрите, а это уже не он. Это вот хаотически, поскольку человек не умеет управлять этими вещами, вот хаос такой во сне происходит. Это он перемещается, блуждает туда-сюда. Есть веньяя, тонкая серебряная нить. И во сне человек в тонком теле уходит из своего грубого тела. И эта тонкая нить, она длиной от навселенной до сатиологи. Поэтому человек во сне может подняться куда угодно, посмотреть, если он умеет управлять этими вещами. Тут тоже определенные практики может опуститься, узнать. Есть определенные виды знания, которые человек может получать во сне. Но он должен знать, как этим пользоваться. Четко и под руководством духовного учителя. Есть даже область знания, называется Акаша-шастра. Все священные писания хранятся в эфире. Все до одного, которые были только записаны когда бы то ни было. Полностью вся библиотека хранится в эфире. И все клише греховных поступков людей, все их прошлое хранится. И есть такое качество Акаши-шастра, когда человек вот при помощи каких-то медиумических способностей может... Но это должно полностью согласоваться с проявленными писаниями. Если вы говорите какую-то ерунду, то это не подтверждается проявленными писаниями, то это не работает. То есть это должны подтвердить в учении Сампрадая. То есть Шриман Бхагаватам Бхагаватгита является отправной точкой обозначения, что если на самом деле это так. Поэтому говорится три аспекта в мире всегда должны быть подтверждены. Гуру, шастры и садху. То есть гуру это духовный учитель с одной Сампрадая, шастры это священные писания проявленные. И садху это святые, которые сами прошли этот путь. И они подтверждают, что да, это так на самом деле. Если эти три аспекта вместе не сочетаются, значит это знание спекулятивное. Мы можем его не принимать. И того человека, который там что-то там у него там происходит в голове. Сейчас очень много таких медиумов, психически больных просто. И они там контактируют с демонами сплошь и рядом. Люди приходят, мне такие вещи рассказывают. Я сразу определяю, кто это, откуда это. Потому что я знаю эти философии, что они говорят. Но они обижаются, если им это сказать, они обижаются, потому что каждый же мнит себя какой-то необычной личностью, Христом прям. Я вот аватар. Аватар Данила из Сибири. Нет. Это очень серьезная наука на самом деле. Это наука. Люди привыкли на уровне сентиментальности все после. Ведическая литература очень хорошо поясняет, что люди, которые дожили до этой калий-юги, они уже все неоднократно поднимались до Брахма-Локи, до Сати-Локи. И все неоднократно спускались до самой низшей планетарной системы, Тапа-Локи. Поэтому у них все это знание есть. И по мере вспоминания, когда им это дают, они что-то чувствуют, что это правда. Вот на самом деле они так тоже считали, так думали. На самом деле это то, что они искали. Подсознательно душа хранит все это знание. Поэтому у кого-то в большей степени от этой лекции это проявилось, у кого-то в меньшей. Кому-то нужно какое-то время все это переварить, уложиться, и оно проявится. Поэтому я вижу, и тот сидел и слушал, тогда явно они имеют эти возможности. И даже те, кто ушел, просто очень сильное покрытие, очень сильно покрылись они кармой и невежеством. Но они имеют тоже это знание. Как раз они дожили до 28-й Девиа-юги, до этой, в эту кальпу. Сейчас Брахма прожил одну парартху, ему 51-й год, я уже объяснял. Брахма живет 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Вот разделите на половину, каждый из нас здесь столько. Мы уже неоднократно это слышали. И это духовное знание, оно не сгорает. Оно может покрываться кармой, то есть греховными поступками. Поэтому память уходит. Аюрведы очень хорошо описывают, почему человек не помнит. Это греховные поступки закрывают память. Он даже не помнит, что он сделал 3 года назад в 18 часов 26 сентября. Как он может прошлое свое вспомнить? Иногда человек станет «Где я был там вчера?» Это греховная деятельность, она покрывает память живого существа. Поэтому это знание есть у каждого жителя Вселенной, поскольку оно уже даже в жизни этого Брахма столько здесь уже пребывает. Есть упоминание, что когда распространяется золотой век, вот этот, это из тысячи калиюг один раз приходит золотой век в калиюгу. И мы с вами родились в эту эпоху. Это как вот один шанс из тысячи. Один раз эта миссия происходит в тысячи калиюг. И говорится, что это самые удачливые живые существа. Но в чем их еще одна привилегия? Они все уже когда-то были полубогами. Агни, ворунами. Это не имена полубогов, это положение. Каждый из нас был уже и агни, и воруны, и кем угодно. Мы занимали высшие планетарные системы, поэтому у нас вот эти все сны бывают какие-то такие фантастические. Мы себя видим какими-то необычными живыми существами или наоборот видим себя какими-то демонами. У нас очень огромный опыт пребывания в этом материальном мире. Даже в этом акте творения Брахма. И факт тот, что раз мы здесь, значит мы и жили в жизни прошлых Брахм, других Брахм. Мы так давно здесь. Поэтому мы все с этим сталкивались уже. Сотни миллионов раз, миллиарды раз мы сталкивались. И все время говорили, не, нам это не надо. Я пошел есть. Я пошел в кинушку там или что-то еще. И каждый раз нам дается, вот как вы спросили, элитарное ли это знание. Нет. Мы просто все-таки еще не разочаровались. Мы еще надеемся, что в этом мире можно стать Богом. Мы еще надеемся, что мы какие-то необычные. Но мы просто все дети Божьи. Маленькие частички его качественно равны, но количественно очень мало. Могущество у нас такое маленькое. Кто такие эльфы? Эльфы это одна из категорий гномов. И они тоже делятся на разные классификации. Они описаны в ведической литературе. Даже сейчас в современном мире очень много людей, которые встречаются с этим феноменом. Потому что на нашей территории есть очень много колец. Энергетических колец, в которые вы можете шагнуть и попасть вот в эти миры гномов, эльфов. Вот я не так давно получал информацию, что два брата они шли где-то во Франции в лесу. Один из них нечаянно вошел в это кольцо. И он оказался в каком-то другом мире. И он был поражен. Сначала глаза там терничают. И вдруг он увидел каких-то маленьких человечков таких очень интересных. Они играли на музыкальных инструментах. И они его окружили. И он танцевать с ними стал. Ему так они понравились. Они ему говорили такие очень интересные вещи. И он прямо так себя ощутил хорошо. И он с ними стал танцевать. А второй его брат, он увидел, что на глазах прямо какая-то вспышка и он исчез. И он был перепуган. Он пошел в город, сообщил в полицию. И полиция приехала в это место. Там что-то искали, и этот брат очень точно не мог указать место, где это находится. И он где-то возле этого места ходил, ходил. И когда полиция уже отказалась, они около четырех месяцев искали этого брата. И через четыре месяца он опять поехал на то место, один уже. И он нашел это место и вошел в это кольцо сам. И он увидел, как его брат стоит в центре тех эльфов. И он такой радостный, счастливый. Они что-то ему рассказывают, играют. И он с ними тоже там что-то говорит. И он когда это увидел, он тоже ничего не мог понять. Он схватил его за руку и сказал, пойдем быстрее, быстрее. Он говорит, да подожди, я тут всего три секунды. И они выскочили из этого круга и опять такая реальность. И он говорит, да ты что, такие классные вот эти вот человечки такие, они такое интересное мне рассказывали. Он говорит, ты что, тебя четыре месяца ищут уже. Он говорит, какие четыре месяца? Я вот только три-четыре секунды с ними. Только вот начали разговаривать. Разговаривать. Потому что время в этих измерениях течет по-другому. Есть такой китайский трактат, как он называется, точно не помню, по-моему, он называется «Счастье в горах и долины процветания в пещерах». Что-то такое. И там есть тоже описание вот этих мест, которые существуют. Китай в горах, есть пещеры, которые являются дверьми вот в эти миры, в эти другие измерения. И там рассказывается, как один даосский монах, он пошел в эту пещеру, в одну зашел экспериментировать, так он хотел узнать, что там, как. И он зашел за один такой сталактит, вспышка, и он оказался в другом мире. Он увидел другие деревья, другое все. И он увидел, к нему направлялись красивые очень женщины. И он был потрясен, что таких женщин на земле не существует. То есть так красиво они были, просто идеально. И они все давали ему какой-то напиток. Он стал пить и опьянел. И они его начали склонять к сексуальному контакту. И он вдруг вспомнил, что он такой, в общем-то, добропорядочный человек, монах. И он отказался. И он вышел оттуда, из этого мира, и опять оказался в этой пещере. И он подумал, да, все это есть, все это правда. Я думал обманывать, но я проверил, все есть. Он что-то там записал в своей книге. И когда он вышел, он удивился, что все вокруг изменилось. И он пошел, не мог найти свои деревни. И он примерно сориентировался, где была его деревня. Он увидел какие-то дома, все другое. И он стал стучаться в какой-то дом, где приблизительно должен был быть его дом. 300 лет назад один из наших предков ушел в какую-то пещеру и так и не вернулся. И этот человек, он очень быстро стал стареть, получив эту информацию и умер в горе. Там как раз в этом трактате и также в ведической литературе описывается, что нужно иметь обширные знания, как действовать, попадая в эти кольца, в эти контакты с этими живыми существами, как нужно выходить из этих состояний. То есть человек невежественный, естественно, в итоге получает одни проблемы. Также вот как раз, здесь я уже упоминал, про кольца Соломоновые, там, да, мечи, там, и про все эти вещи. Точно так же есть очень много историй, описанных в культуре Англии, так же, как в культуре Германии, где вот эти контакты с этими живыми существами, они описаны практически во всех фольтлорах, во всех вот этих древних каких-то трактатах у каждого народа и все они совпадают и одни и те же личности, одни и те же представления. Даже до сих пор есть эти контакты с этими живыми существами, люди вступают. Но поскольку общество в основном материалистично, если вы даже вступите в контакт, кому-то это расскажете и вас, естественно, поместят куда? В такое прекрасное место, как говорится, где ненавязчивый сервис. Как вот человек говорит, что ты запутался и я тебя спасу от этого. Вот люди, именно точно так, они отреагируют, поскольку выезде невежество. Скажите, пожалуйста, что за явление полтергейст? Полтергейст – это немецкое слово, которое переводится «шумные духи». Это явление связано с духами, которые в определенных местах, энергетических проломах, они там очень хорошо существуют. И если ваш дом находится или на старом кладбище, или где-то, эти беспокоить вас будут, эти будут бренчать, шуршать, наверивать разные улицы и все остальное. Вы обещали рассказать, как поведение беременной женщины влияет на жизнь ее будущего ребенка. Четыре фактора срабатывают на рождение ребенка. Карма ребенка с прошлой жизни – это первый фактор срабатывать на животе. Второе – желание, принесенное с прошлой жизни. Третье – сознание родителей в момент зачатия. И четвертое – звуковые вибрации, которые беременная мать слушает в процессе беременности. То есть все 9 месяцев. То есть все звуки, которые приходят к ней выше. Это влияет очень сильно на то, кто у нас появится. И очень удивительно, что благодаря матери, даже вот представим, что какая-то личность попала не очень хорошей, с плохой кармой. В нас попала личность, в женщину я имею в виду. И благодаря тому, что женщина правильно действует по определенным предписаниям, она может прямо в утробе очистить своего ребенка от кармических реакций. И он останется только с одними хорошими в основном. Благочестивые личные сбои. И есть такое произведение, которое называется «Чарака-самхита». Это огромный раздел знаний. Я кое-что вам расскажу. Лекарства. Вот сейчас химиотерапия же в основном. Препараты всехимического свойства. В общем-то, это не рекомендуется для древних женщин. Лучше всего, конечно, пользоваться фитотерапией. такие травы, растения. Но сейчас я не знаю, есть ли возможность. Хотя возможность есть. Сейчас уже есть эти аптеки фито-заменители. Естественные, натуральные. Если употреблять вот эти химические препараты, которыми кормят, такие могут быть последствия. Ребенок может иметь какую-то патологию. То есть, при рождении у него может быть какая-то патология. Пальчик шестой может появиться. Вот видели. Какая-то шпора может, костный хрящ появиться. или что-то такое. Витамины. Вот есть много витаминов таких химических, кругленьких, вот желтеньких. Лучше их не употреблять. Эти витамины очень сильно помогут увеличить ребенка. То есть, такой гигантизм появится. То есть, плод крупным становится. Это неблагоприятно. Он должен быть естественным. Сон. Женщина должна стараться спать не более семи часов. Если женщина очень ленивая, вот во время беременности, я часто замечал, когда беременные женщины спят целыми днями. И ленивые, ничего не делают, все грязные такие. Это очень неблагоприятно. Вот Чарака Самхита описывает, что если беременная женщина спит очень много и лениво, то ребенок будет тупым и ленивым. То есть, она сжигает таким поведением его умственный потенциал. То есть, он тупой будет. Знаете, что? Таких много людей таких. И очень ленивым будет. Неудобные сидения. То есть, женщина должна, когда она беременна, сидеть в нормальных позах, естественных. То есть, очень важный аспект сидения. С расширенными ногами лучше, чтобы там свобода давалась ребенку. И ни в коем случае, вот сейчас женщины делают корсеты разные, одевают, стесняются первые месяцы беременности, они душат своего ребенка. То есть, люди даже не знают, что они делают. Ни в коем случае этого нельзя. Женщины эгоистичны, все своей красотой заняты. Это тоже очень сильно отражается неблагоприятно на плод. И у ребенка голова деформирована, может быть, позвоночник из-за этого. Задержка естественных потребностей. То есть, нужно стараться, чтобы этого не происходило. Чтобы у вас был цикл мочеиспускания, поражения, это нормально. Если этого не достигать, то болезни желчи будут у ребенка. Также не стоит заниматься гимнастикой. Сейчас врачи рекомендуют гимнастические упражнения. Но не так. Гимнастика не очень рекомендуется. Естественно, нужно себя вести. Слишком много сладкого не рекомендуется есть женщине на всем периоде беременности. Иначе ребенок будет иметь слабые почки. Слишком много соленого. Это связано с красителями корней волос. То есть, эти дети будут рано сидеть. Вот многие говорят, это я переживал так. Нет. Это все выдумки, глупости. Есть, конечно, такой фактор, когда человек пугается или очень сильно переживает, то на уровне клеточном у него происходит сжигание красителя волосяного. Поскольку излучается такой определенный импульс этой энергии и он сжигает краситель и седина может появиться. Но в основном какие-то люди ничего, они там шибко пережили, но все седые. В 20 лет весь седой. Это связано как раз с этим отклонением. Можно сказать мам, спасибо. Значит, слишком много кислого, когда есть. Ребенок будет склонен к кровотечениям. Пряности. Ребенок будет слабым. То есть, физическая сила, пряные продукты силу забирают у плода энергетического. Прана очень слабо развивается жизненный воздух. Истощается. Горькие продукты. Ребенок будет легко утомляться. Вяжущая пища. Запоры. Ребенок будет пострадать болезнью кишечника. Смотреть в глубокие колодцы и в подвалах разных, то есть, в темных местах ни в коем случае беременной женщине нельзя находиться. Без света в комнате, там, ночники вот есть. Беременной женщине лучше всегда спать, даже какой-то маленький свет где-то в коридоре должен гореть. Источник света должен всегда находиться. Иначе беременные женщины в основном являются таким очень занимательным объектом для всевозможных привидений и разных живых существ. В темноте они атакуют и плод видит определенные кошмарные процессы. Дети до примерно пяти, иногда десяти месяцев видят весь тонкий мир. Поэтому люди не знают, почему ребенок вдруг заплакал, испугался, на что-то смотрит. на какую-то вещь в пустоту и что-то беспокоится. Дети до пяти, иногда до десяти месяцев видят привидения, эти все сущности, то есть более глубокое зрение. Значит, ни в коем случае нельзя слушать звуки. Вы не должны находиться в местах, где ругаются, где вас оскорбляют. То есть нужно избегать этого. Любых мест, где конфликты, ужасы, вам не стоит смотреть, телевидение, где война, где ссоры и все остальное. Если вы смотрите, все это уходит в вашем плод. То есть вы можете воздействовать на его очень негативно. Потому что все он через мать воспринимает. И мать должна только позитивное все слушать, смотреть только позитивное. Никакие эти боевики, страдания чьи-то там, какая-то страсть, любовные там, эти игры, не стоит. Все это отразится на плод. Сон на открытом воздухе. Ведическая литература строго-настрого запрещает женщине спать на открытом воздухе. Поскольку ребенок будет атакован всевозможными низшими сущностями. То есть из эфирного мира. Они должны спать в комнатах при открытом окне с задернутыми шторами. В ведической культуре такие тюли были, как сейчас, такие тонкие, как мордюли. Или должен быть источник света, огня, благовония. Вот благовония предназначены как раз для отпугивания низших живых существ. Они не переносят этих запахов. Это не их статус. Их привлекает запах спирта. Вы, может быть, слышали? Водку брызгают иногда. Духом поклоняются, брызгают там спиртовые растворы, одеколоны их привлекают, духи. Все то, что на спиртовой основе очень сильно привлекает, это их дорожки. Спать лучше беременным женщинам только на спине. Если женщина спит как-то на боку, она постоянно пережимает пуповину своего плода. И плод очень сильно страдает. В основном рекомендуется спать только на спине. И вот в ведической культуре, когда женщина переворачивается как-то на бок, то там всегда есть кто-то, чтобы ее обратно вернуть в положении на спину. Значит, если вы ругаетесь, будучи беременным, кого-то оскорбляете или с кем-то деретесь, то ваш ребенок будет страдать эпилепсией 100%. Если вы ругаетесь или там, не дай бог, вас бьет муж или вас оскорбляет, материт вас, вы пугаетесь, ваш ребенок будет страдать эпилепсией. И в зависимости от того, насколько вы это пережили, такие будут у него припадки. Периодичность и глубинар припадков. В период беременности строго-настрого запрещены половые отношения. Строго-настрого любые. Это связано с тем, что ребенок станет бесстыдным и будет полностью зависим от сексуальной жизни. В процессе беременности совокупляетесь, то ваш ребенок будет озабоченным, у него прямо суть жизни будет, и он будет очень бесстыдным. Если вы грустите, печаль, то есть, почему говорится, что женщине надо больше положительных эмоций и все, ребенок будет пугливым, трусливым. Если вы печалитесь, постоянно себя там что-то ругаете, настроение у вас такое неправильное, ребенок будет трусом. Плохие мысли о других. То есть, беременная женщина должна всегда обо всех, кто бы ни был, думать позитивно, зная о том, что это отразится на ее ребенке. Плохие мысли, ребенок будет антисоциальным и злым, то есть, очень злым человеком и очень жестоким. Воровство. Если беременная женщина ворует, очень много у беременных разных бывают проблемы, всякие клептомания начинаются, они так себе считают, что я беременна, а что такого? Ребенок будет ленивым и злобным точно так же. Гнев. То есть, если вы гневаетесь, то это отражается на плот, и ребенок будет свирепым, лукавым и недоброжелательным. И если вы принимаете алкоголь в любых дозах во время беременности, то ребенок будет слабоумным и всегда будет мучиться от жажды. То есть, особенно в итоге сахарный диабет и там все такие проблемы. Так, вкратце. Скажите, пожалуйста, как можно защитить детей от воздействия ведьм? Как можно определить, что на ребенка влияет ведьма? Во-первых, ребенок, у него могут быть в наличии каких-то психических отклонений. Потом, неадекватное поведение вдруг ни с того, ни с чего, он может начинать себя вести неадекватно. Испуг очень сильный, абсолютно на таком на ровном месте испуг. Вот знаете, иногда дети где-то до 5-6 месяцев видят тонких сущностей, очень реальные. Тонкий мир воспринимает вот поэтому дети маленькие груднички, они куда-то все время смотрят, что-то как-то реагируют, а люди думают, а они глазами просто вот так увертят. И потом ни с того ни с чего заплакал, и вот все говорят, вот у него животик болит. Нет, он видит сущность, которая причиняет ему беспокойство, поэтому он плачет, а мы ему сразу соску пихаем. Вот представьте, у вас какая-то проблема, у вас там, не знаю, спина чешется, а вам соску сует. И это еще больше раздражает. поскольку лишены вот этих представителей. Веды все это описывают, как дети, что, как к ним относиться. И порой причина в основном, 90% причин в другом, от чего мы их лечим, и как мы что-нибудь там, погремушка, тут проблема такая, погремушка. Представьте, у вас кто-то душить собрался, а вам подходит, говорит, что ты плачешь, что он плачет, что такое, плохой ребенок у нас. Есть определенные вещи, которые помогают защитить. Допустим, один из методов это вот туласи. Можно на шею туласи ребенку дать. Туласи, это вот бусы вот такие, видите, у меня на шее. Они называются на санскрите кантимала. Канта, это вот отверстие вот здесь, дырочка вот этого. Это канта называется. Мала, это туласи, это определенное дерево священное. Оно является самым могущественным деревом во Вселенной. И сюда, но на эту планету было принесено преданными Господу очень давно. И туласи, носят те, кто культивирует бхакти-йогу туласи, защищает любого человека, даже если он, в общем-то, безбожник, если он носит на шее туласи, он защищает его от этих вот. И еще самое главное качество туласи, что тот, кто носит туласи, туласи ему дает преданное служение. То есть человек очищается на уровне менталитета, и он может воспринимать определенные более серьезные, глубокие философские доктрины. Есть, допустим, такое качество, вот я завтра буду рад, намакавачи. Можно читать мантру, допустим, ребенка на ночь его укладываем, можно читать мантру такую, как махамантру, Хри Кришна. Хри Кришна, Хри Кришна, 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 Хри Рама, Хри Рама, 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 Хри Гри. Можно это делать. Это наиболее благоприятное, которое описывается в ведической лице, как самое высшее знание, самые лучшие вибрации. Что? Ну, любое. Отче наш, сущий на небесах. Считайте. Защити нашу малютку. Поймите, что здесь есть много таких процессов, которые связаны с нашей психикой. Да? А есть процессы, которые даже не связаны с нашей психикой. За области выходят. То есть, любой человек, даже не имеющий веры, произнося определенные мантры, будет получать воздействие. А есть те, что только на вере основаны, вот на какой-то определенной. И если у вас нет веры, ничего работать не будет. Вот в христианстве, допустим, многие вещи, они не относятся к этой категории, что вы просто повторяете и это играет роль. Нет. Там очень много построено на Шрадха-Шакти, то есть, на вере на определенную. Если вера есть, то вы можете что-то сделать. Вера нет, ничего не делайте. А есть знания, те, которые даже у вас нет веры, вы это делаете, это происходит. Вот как, ну, какой-то огонь, допустим, спичку зажигаешь. Вот веришь, что я тебя прижгу сейчас? Ну, я не верю, рос и прижег. То есть, есть какие-то вещи, независимые от веры. Под каким знаком зодиака вы родились? Есть ли связь с вредами числа 12, 12 апостолов, 12 месяцев? Я хочу вот вам о чем рассказать. Ведическая литература описывает два вида рождения. Первое рождение, просто физическое, называется животным рождением, и оно не считается рождением. Говорится, что каждый человек должен двиджей стать, то есть получить духовное рождение, то есть быть посвященным духовного учителя. Тогда он начинает становиться человеком. То есть он должен получить духовное рождение, двиджей, дважды рожденный. И когда человек получает второе рождение от духовного учителя, то изменяются его знаки зодиака, и все астрологические факторы перестают на него действовать. На него нужно составлять новый гороскоп полностью. Поскольку подразумевается, что человек, который получил, То есть заслужил получить второе рождение Он уже очищился Значит карма его до какой-то степени сожжена Все по новой начинается А для всех остальных моментов рождения Вы знаете, чтобы говорить об этом Нужно во-первых разобраться Что такое крещение, как происходило крещение И как Христос посвящал То есть давал это посвящение Это не так, что вы действуете как-то греховно Приходите, вас водой побрызгали Нет, это еще Сейчас все сведено Я думаю вы понимаете Потому что Христос подразумевал Что человек до определенного момента Готовит себя к этому крещению, к посвящению То есть также очищается А раз очищается, значит сжигает последствия Своих греховных поступков Он готов, тоже меняется И когда происходило христианское посвящение То есть допустим под стреку монаха Или человека крестили Подразумевалось, что он уже подготовился измениться То есть покояние произошло Пакос на древнегреческом означает перерождение То есть второе рождение, новое рождение получается То же самое Но сейчас это все сведено Вот тебе 10 рублей покрести меня Давай скорее крести А то в ресторан опаздывают Ну какая разница, младенец Знаете, как Христос говорил По вере вашей будет вам Насколько человек предается мне, говорит Кришна Настолько я его вознаграждаю Поэтому не надо думать Что если кто-то крестик носит То этого достаточно Примерно так же Как если я ношу фонемдоскоп, значит я врач Я так не думаю Что тот, кто носит фонемдоскоп, врач Или кто носит скальпель, хирург Это лишь атрибут, который может подразумевать Если у вас есть качество, тогда вы знаете Как с ним обращаться и что оттуда исходит Есть ли связь с сведами числа 12 Все числа связаны Поскольку все эти числа являются Совокупными энергиями и вибрациями Энергия означает вибрация Все это вибрации Звуки, числа, формы Все составляют вибрационные определенные поля Очень магические цифры Что значит реализовать себя Согласно учению Вед Согласно учению Вед Согласно учению Ведической литературы Реализованная Личность Это та Личность, которая полностью осознала Что она не есть тело, а есть душа И полностью живет по науке духовной жизни Которую описывает Ведическая литература Как раз разделы духовной науки И которая принимает концепцию Веданты То есть цель и смысл Веда это полное знание Веданта это суть Вед То есть в чем же смысл-то Вед К чему они ведут Вот кто описывает всякие эти разделы Философии Там даже есть Как можете стать могущественным демоном С демонами общаться И как вы можете их вызывать Есть разделы мантра, тантра и янтра Ведическая литература описывает все эти три уровня Невежество, страсти и благость Мантра это благость Янтра это страсть И тантра это тамагуна То есть невежество Все эти тантризмы И все это остальное И как можно связаться с разными живыми существами Как божественной природой Как и демонической природой Но Веданта То есть суть-то в чем Зачем это все нужно Я уже объясняю Я создал этот материальный мир Говорит Кришна Только для того Чтобы живое существо С желанием наслаждаться отдельно от меня Запуталось в последствиях своих греховных поступков Разочаровалось И встало на путь предного служения бхакти-йоги И возвратилось назад Все Вот это суть всех юридических произведений Возвратить живое существо назад Как Христос говорит В царство божье И будет вам жизнь вечная и блаженная Возвратить живых существ обратно Потому что здесь это тюрьма Ведическая литература описывает Тюрьма материального мира Сюда пришли живые существа Только те, кто захотел отдельное действие То есть приступили определенные законы Если на высших планетах люди выше нас духовно То почему они воюют за власть? Потому что есть люди недуховные То есть есть живые существа недуховные И если они не будут действовать То в итоге все духовное знание остановится Поэтому в ведической культуре Есть сословие кшатриев, воинов И задача этих воинов защищать религиозные принципы Поэтому живые существа высших планет Они защищают религиозные принципы Они не просто воюют за власть Это борьба за власть определенного духовного знания То есть это только на благо всех живых существ И всегда есть те, кто хочет это отменить Поэтому происходят эти конфликты Вечная война между сурами и асурами Вечная борьба добра и зла Это закон противоположности Который подталкивает живые существа Обратиться к вечности Это как в философии льянь То есть если не будет этой борьбы противоположности Все будет в таком замороженном состоянии Никто никуда не будет двигаться Ни туда, ни сюда Поэтому это стимул к движению Борьба противоположностей Это естественный закон двойственности природы Если человеку не дать страдания Он никогда не отдумается Как человек? Будешь это делать? Нет, не буду Раз ему пистолетом Он говорит Вы знаете, я так подумал, хорошо Буду Поэтому в мире прибегают иногда к таким методам Вот вы ребенка как учите? Заметьте, ребенок Он не хочет вас слушаться Что вы делаете? Вы объявляете ему войну Либо в угол, либо ремень Либо мороженое отберете Не пойдешь в кино Вы ограничиваете его чувственные наслаждения Вы ему тут же уже карму устраиваете Так почему вы думаете, что в материальном мире нету такого? Вы неправильно что-то используете Из любви к вам вас ограничивают Потому что вас хотят защитить от неправильных поступков Когда ребенку дают ремня Никто не скажет Что вы убиваете его? Вот мать, допустим, ребенку дает ремня Она скажет Да вы что, я люблю Я его наказываю просто Из любви к нему Может он неправильно действует? Ну, ребенку сказать Ты сейчас испытываешь Большую любовь к маме? Нет Понимаете, нужно просто обратиться К простым вещам И вы поймете, как действуют Более сложные вещи Все это микрокарма Маленькая карма А мы тут устраиваем И делаем это из любви Никто не скажет Что отец наказывает своего сына Чтобы его задавить И потом сын говорит Ох, отец этот меня так наказал Ну вот какой Он ради его блага это делает Потому что он неправильно пользуется Определенными свободами Мы видим это Поэтому также в нашей жизни Существуют законы Которые также нас ограничивают Если мы неправильно использовали Жизнь, нам ограничат Слово, зрение Осязание, обоняние Почка, селезенка, сердце Что угодно Мозг, нервная система у нас Мы агрессивны Мы объявляем себя Богом Аватарой Там чем угодно Вчера меня один человек спросил Я сказал, что я сегодня расскажу Предысторию Там человек спросил Я читал Бхагавадгиту И странно Вот вы говорили, что война Это противоречит как-то А там Кришна Он заставляет Арджуну убивать Что такое? Почему так произошло? Вот у него возникло Такое противоречие Просто он не знает Пуран предыстории Почему так произошло? Много тысяч лет назад В высших сферах Произошла огромная звездная битва Эти звездные войны Происходят постоянно Систематически И все то, что мы видим Допустим Это не фантастика Я хотел бы объяснить Что понятие такого фантастика Не существует Есть просто хаотичное Представим, что мы что-то видим И потом это смешиваем Вот это можно назвать фантастикой То есть какие-то вещи Смешали, не смешанные Но все то, что мы думаем Мы что-то можем себе представить Все это существует Но мы можем слепить Неслепившиеся вещи Поэтому если мы возьмем Допустим Видеопродукцию современную Мы увидим там Звездные войны Райскую жизнь Мы увидим адские миры И все остальное И люди это под рубрикой Фантастики выдают На самом деле Это реальные события И эти люди Которые это описывают Они участники этих событий В прошлом И все это якобы фантастика Нет, на самом деле Нет никакой фантастики Они просто не знают о том Что они были Когда-то участниками этих событий Либо они являются приемниками Чью-то информацию принимают И описывают это Но им кажется Что они фантазеры И на этой планете Постоянно демоны Пытаются конфликтовать С полубогами Есть очень много Повествований О их цивилизации демонов Она относится к категории Янтра Янтра означает Техническая цивилизация Они стоят на технологиях Вот то, что сейчас у нас происходит Это называется янтра Наша цивилизация Полностью точно такая же Почему? Потому что мы находимся Под воздействием этих сил Ведическая цивилизация Это цивилизация мантра Это уровень мантры То есть когда работа с умом С качествами ведется Поклонение Господу Или его представителям Вот этот ведическая цивилизация О чем я рассказывал И есть тантра Самый низший уровень знания Тантра Это вот о чем я говорю Колдовство Там вот здесь Сглазы, наговоры И вот эти демоничные живые существа Они с прошлого Постоянно посещают нашу планету Они летают на этих летательных аппаратах Тарелкообразной формы До сих пор Сейчас еще Где-то летают Они бороздят Иногда туда прилетают В нашу часть В основном Они вступают взаимоотношения С принципами генной инженерии Они воруют женщин Совокупляются с ними Потом отправляют этих женщин Женщины рожают здесь И очень много Они очень активно занимаются Генной инженерии Берут людей Берут у них какие-то анализы И все остальное Даже сейчас это происходит И очень много описаний Это донавы делают Это демоны Поэтому люди такие Лишенные этого знания Они все стремятся Думают об этих инопланетянах Думать Вы значит Посылаете им сигналы И они вами привлекаются И они могут навязать вам Определенные свои идеи Мысли И вы будете проводником их идей Их уровень Янтра Технологии У них очень много технологий Они все делают технологии Есть описание Как один из мудрецов Посетил Белосварги И он описывает Что он видел даже Такие очень уникальные аппараты Подходишь Такой ящичек Нажимаешь на кнопку И музыка играет И там поют Это у них такие технологии Понимаете о чем я говорю Да Это привнесено И у них полностью на это направлено все Что в этом смысл жизни Развитие техники И вот мудрец Брадваджа Когда он посетил Белосваргу Он описывает Что он видел Какие-то механические игрушки Вот эти ящики Кнопку нажимаешь Музыка играет Но больше всего Его поразили роботы Это было более 8 тысяч лет назад Он посетил их Но это происходит постоянно Он описывает роботов Он увидел людей Которые лишены сознания И они не живые Но они полностью копия людей И он был поражен Когда он увидел Как один человек Видимо оператор Он подошел Открыл гудную клетку И он увидел там всякие колесики Проводки И он был потрясен И он тогда только разобрался И эта категория называется Янтра-пуруша Янтра означает механизм Пуруша-человек Механические люди Роботы И они на этих Белосваргах Занимаются разного рода сервисом То есть такими работами Которые позволяют им обслуживать Вот этих донавов И эти демоны Донавы Они обладают Вот этими мистическими способностями Мистическими совершенствами О которых я говорил вчера вам Процессами телепортации Они могут видеть на расстоянии Слышать на расстоянии Они обладают такой вот Вихаяса ситхи То есть они могут Становиться невидимыми И входить в тело любого человека И управлять этим телом И есть определенный раздел знаний Как их можно выгнать Из своего тела Вот почему я говорил Что есть разные поступки Которые шокируют людей Даже многие феномены маньяков Да То есть вот человек делает Какие-то странные вещи Жил-жил нормальным человеком Потом раз давай всех убивать Весь мир взбудоражил Везде во всех странах Говорят о нашем Чикатиле Там или еще о каких-то Феноменах этих И вдруг человек потом Прекращает делать И совершенно себя как-то ощущает Так Он даже сам не может сказать Почему он так делал И он-то как-то пытается И все для него В каком-то тумане происходило Это тоже описывается В ведической литературе Как действуют Эти живые существа Вот эти донавы Как они приходят Чтобы такой массовый психоз То есть нагнетает обстановку Чтобы у людей Вера подорвалась В какие-то высшие сферы В благие дела И все остальное То есть все направлено Именно на разрушение Ведической концепции То есть люди должны Отойти от всех возвышенных вещей Точно так же Они направленно Атакуют религиозные философии Искажая их Я уже говорил Есть такое произведение Называется Нарасинха Пурана Там как раз Описывается Как демоны В определенной эпохе Приходят Искажать философии Искажать учения Могут быть Демоничные живые существа Которые могут Исказить Библию Багавадгиту Ведическое знание Исказить И в итоге Уклонить людей От этого Поэтому Людям рекомендуется Принимать знания Из чистого Авторитетного источника Который передается По цепи Ученической преемственности Именно об этом говорят Ведические произведения Что человек не должен От каких-то профанов Из-за того Что они там Стакан двигают Или что-то им там Горшок на голову упал И они там Как вот открыли Какое-то открытие Но глаз им был от Бога Нет Эти живые существа Которые относятся К категории донавов Они действуют Очень четко И они очень хорошо знают Что люди невежественны В этом отношении Поэтому все направлено И все цепляется За их невежество И вот Эти донавы В свое время Сразились с полубогами В высших сферах космоса Большая звездная война была Большая огромная И демоны проиграли Доновы Они потерпели поражение И на остатках своих виманов Этого флота Они бежали Вот на эти белосварги На свои планеты И тогда Чтобы остановить Полубогов То есть Уничтожить Ведическую цивилизацию Они решили Входить в тела цариц Беременных цариц И завладевать Этими телами И рождаться В царских семьях В ведической культуре И они это стали делать Они пришли сюда Стали невидимыми Вошли В чрево беременных цариц И стали рождаться В царских семьях И никто даже не подразумевал Что это демоны Все четко Со своим планом Со своей философией Со своей концепцией Направленной И они стали проповедовать Милитаристскую философию Война Враги кругом Враг номер один Там Враг номер один Тут И наращивать Военный потенциал Боевое искусство Стало основным качеством Этой цивилизации И еще что важно Они начали Противодействовать Брахманам То есть носителям Ведической культуры Ведического знания Они стали говорить Да ну что эти Брахманы Лоботрясы Мало ли что Они там наговорят Все они врут Все это ерунда Сила нужна Цари Самые главные Войны Война 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 И что они начали делать Они начали уничтожать Брахманов Второе что они начали делать Это много тысяч лет назад О чем описывает Бхагалдгита Они начали уничтожать коров Если взять сейчас Последние Уфологические данные Что по миру Уничтожаются коровы Очень огромными количествами Именно НЛО Именно летающими тарелками В Англии Во Франции В Бельгии В России В Соединенных Штатах И этих коров находят Обескровленными С вырезанными В имя Они уничтожают Носители молока Эти летающие тарелки И американское правительство Оно в свое время Очень боялось Чтобы ни у кого Не было связи Что НЛО это делает Потому что большие проблемы Могли бы быть Поскольку они не могут Дать конкретного ответа Но это делает НЛО Уничтожаются коровы Почему вы понимаете Молоко Нужно уничтожить Носители молока Чтобы никто Ни в коем случае Не задумался И они так действуют И вот они так же действовать Стали 5000 лет назад Перед этой битвой На Курукшетре Они стали Вырубать леса И стали делать Плотины на реках Тем самым Вы понимаете Что происходит Нарушаются законы Природы И в итоге Нарушается экологический баланс Равновесие нарушается На земле Животные начали Вымирать В реке Поскольку каждая река Является носителем Определенного вида энергии И когда вы ставите Плотину Это как вот Вы человека за горло Хватаете Не даете ему дышать Проблема наступает В мире Все это уже было Технократии Они начали Выносить Вот это Технические Всякие Свои мысли И начали Расклевать женщин Перестали Заботиться о стариках И с детьми Такое отношение Дети оказались Без внимания Большого То есть Они начали Уничтожать Вот эти Пять основных Столпов На нашей планете Есть управляющее божество Это божество Женщина Ее зовут Полубогиня Пхуми И тогда Она обратилась К полубогам На высшие сферы Улетела И она там Встретилась С высшими Живыми существами И попросила защиты Она узнала Что демоны Воплотились Здесь на земле Что они Нарушают все законы Господа И что это Большая проблема Они могут уничтожить Ведическую культуру И тогда злого Цариться во вселенной И они приобретут Здесь могущество И все будут страдать Но поскольку Эти демоны Уже остановили Жертвоприношение То есть Перестали возливать Масло в огонь Уже люди Люди отказывались От многих вещей Ведических Полубоги стали терять силу И они Сказали Мы не можем Тебе ничем помочь Такой хитрый план У них оказался Мы ослабли После той войны Мы очень сильно ослабли И сейчас еще Там на земле Прекратились Жертвоприношения И тогда Полубоги Пришли на Сатья Локу Господу Брахме Творцу нашей вселенной Это полубог Управляющий Нашей вселенной Он является Творцом нашей вселенной Когда мы говорим О каком-то творце Это относится Именно к нему И он является Высшим разумом вселенной Он олицетворение Чистого высшего разума Нашей вселенной И они пришли К нему Чтобы просить его Чтобы он Обратился К Господу Кришне За помощью И вот Рассказывается Эта история Что все полубоги Они собрались На берегу Молочного океана И Господь Брама Он стал медитировать На Кришну Взывать Кришну И Кришна проявился Перед ним Он действует Через Браму Брахма является Веда Гарпа И он основной Учитель ведического Знания От него идет Сампрадая Брахма Матхва Гауди Вайшнава Сампрадая Одна из самых Авторитетных Ведических систем И вот Брахма Он сказал Полубогам Что Господь Сказал Что он придет Как аватар Что он родится Там же В этом же роду Среди этих демонов И все полубоги До него Должны тоже Получить рождение В этом роду И они будут Двоюродными братьями Между собой Они будут Родственниками Только на таких Условиях Господь может Прийти И полубоги Они все Тоже Не зашли на эту землю И получили рождение В этом роду Род Кауравах И таким образом Появились Пандавы И Кауравы Два этих рода Одни были Полубогами Предными Господа А другие были Демонами Но поскольку Они обусловились Сразу на этом уровне Они забыли О том Что они Такие А что и те Другие Это особенно Забыли полубоги Демоны знали Кто они Они знали Они действовали По плану И вот поэтому Когда пришел Господь Кришна В этом роду Он как раз Арджуни Поведал Бхагавадгиту Чтобы объяснить В чем смысл Человеческой жизни И кто такие Его родственники И как раз До этого Он сообщает Брахну Что я приду И мы сделаем Большую войну Мы сразимся Там на земле На поле Битвы Курукшетра Курукшетра Это место паломничества Там совершаются Величайшие Жертвоприношения Еще до этой битвы Всегда во вселенной На поле Курукшетра Совершаются Самые могущественные Яги Для удовлетворения Господа Кришны И он говорит Это будет Ягей вашей Вы докажете Свою преданность Я приду туда И вы сразитесь С демонами Но вы сможете Сразиться тогда Когда вы предадитесь К мне Вы получите силу То есть Господь Он всегда хочет Чтобы каждый Использовал эту потенцию Предался ему И вернулся назад За трансцендентный мир И так Кришна Получает рождение В этом роду пандавов И эти пять братьев И вот начинается история Один из этих пандавов Это Арджуна Ближайший друг Кришны На самом деле Арджуна Он один из полубогов И он вступает В эти взаимоотношения Поэтому именно Кришна Проявляет миссию Арджуны Он говорит Ты должен с ними сразиться И вот как раз Кришна Чтобы Арджуна Понял Кто перед ним стоит В Бхагавадгите Он ему поведал Вот есть 16 глава Божественный И демонические натуры И это произведение Оставлено всем людям Чтобы люди могли ориентироваться Кто такие демоничные натуры И кто такие божественные натуры Вот об этом Рассказал Кришна Арджуни Кто такие демоны И Кришна С этого критерия Стал рассматривать Деятельность Тех кто находится Против него Тех кто были на той стороне И он вступает В это сражение В этом как раз Является Предыстория Бхагавадгиты Почему Кришна ему говорит Чтобы он сражался Правда ли Что солнечное затмение Влияет на людей Есть целая история Здесь недалеко Есть планета Демоническая планета Именно она является Причиной солнечного затмения Это астрономия современная Ничего не знает О планетах Которые в других измерениях И которые наблюдаются Только в моменты затмения И они думают Что вот выстрел Луна закрыла Нет Все это абсурд Это невежество Есть три основных категории знания Первое знание называется Шабда Апуруша Шабда Когда общество получает знания Из ведической литературы Так происходит в Сатте-юбе Когда общество деградирует Начинается уровень знания Который называется Пратьякша То есть они все на чувствах смотрят Вот если это чувствую Это так Если я этого не чувствую Это не так Если я это вижу Это есть Если я этого не вижу Это нет Если я этого понимаю То это так А если я этого не понимаю То это не так Это называется Пратьякша И последний уровень деградации Когда общество деградирует Наука находится на уровне Анумана Анумана означает Гипотеза Как вы думаете, какова сейчас наша наука? Анумана, деградация. Даже не протягшая. И вот эта планета, она называется Раху. Есть две демоничные планеты, которые очень сильно влияют особенно на жителей Земли. Одна планета называется Раху, другая планета называется Кету. И как раз по их деятельности происходит солнечное затмение. Вы помните, да, что в 97 году было солнечное затмение? Ведическая литература в разделах тантры описывает, что именно во времена солнечных затмений раскрываются коридоры потусторонних миров. То есть живые существа демонического толка, они проникают в общество людей. Это целый раздел. И вот как-то я давал по астрологии лекции. И приходила одна женщина, она директор родильного дома. И когда я рассказывал определенные вещи, сейчас я не буду про них рассказывать, она была потрясена, она сказала, Лакшмина Райана, я директор родильного дома. И когда было солнечное затмение, когда оно полное стало, сразу родилось первая волна, 19 мальчиков. Это, говорит, феномен, так не бывает. И потом родилось еще, и только мальчики рождались. Прямо в момент солнечного. Их было удивительно, они рождались в одно время. И мы не успевали. Как это делать? Там же, знаете, как-то по очереди. А тут все в одно время. И она говорит, это что, вот связано с этим? Есть очень много описаний науки, как эти живые существа ждут этого момента, как готовятся те другие живые существа, которые должны встретить здесь, какие они проводят определенные оккультные ритуалы и все остальное. Все это, на самом деле, реальность. И люди, которые отошли, они смеются и сами становятся чем? Они становятся пленниками этих вещей. Поэтому так важно это все знать. В Библии говорится о втором пришествии Христа. Что говорится об этом и будет ли оно? Ну, во-первых, нужно очень наверняка много знать о таком понятии, даже что такое Христос. На древнегреческом языке слово Христос. Оно не звучит как Христос, потому что буквы С там нету, да? Криштош. Криштош. Это означает Божий помазанник. Это не фамилия. Многие думают, вот Христос и фотографии ждут, когда вот фотографии. Похож. Значит, он. Нет. Это означает Божий помазанник. То есть, что такое Криштош? Это Шактио Веша Аватара. То есть, живое существо, которое нисходит сюда из духовного мира с определенной миссией. И Бог наделяет его определенными силами, определенной возможностью, и он нисходит сюда, чтобы выполнить определенную миссию. Это называется Божий помазанник. Шактио Веша Аватара на санскрите. Это называется Криштош. Также на древнеарамейском языке это Криштош. Вы не замечаете, с чем это похоже? Откуда эти все понятия? То есть, помазанник Бога. Помазанник Кришны. И на самом деле, я еще раз вам говорю, что если вы разберетесь в этих диалектах, во всех языковых вещах, то вы найдете слово Кришна в русском языке на каждом углу, на каждом шагу. Люди не знают. Даже крыша слова, крыша, вот есть у волхов, там крышень, что верховным Богом является крышень. Крыша. То есть, мы чем защищаемся? Что сверху? Что самое высокое? Есть эти изыскания. Ученые много писали об этом, о связи русского языка с санскритом. Но они, вот как здесь один человек вчера, помните, он говорил, я вот знаю, что все индийцы произошли от русских. То есть, вот у человека такое представление, да. Дарвин говорит себе от обезьян, он говорит себе от русских, что-то еще. И эти спекуляции начинаются. То есть, самый великий народ, этот вот гегемонизм такой, евгенианство, вот, когда фашизм, национал-социализм какой-то, вот какую-то нацию поднять выше все, тело, потому что нация – это тело, поймите. Это, как сказать, Запорожье – это самая лучшая машина. Но есть Мерседес, есть очень много более лучших аппаратов. Когда мы принадлежим какой-то нации, это определенный тип тела. Машина определенная нам дана в соответствии с законом кармы. Это не имеет такой большой роли в духовной жизни. Что говорится об этом, будет ли он? Это второй вопрос. На самом деле, божьи помазанники, они существуют. Если кто-то знаком с религиями более глубоко, вы знаете, что до Иисуса Христа тоже были христы. И даже в древних еврейских писаниях описывается, что были христы. До Иисуса были другие христы. И также были и другие Иисусы. Помазанников было много. То есть, есть определенные события, которые сбываются, приходят. Мессии есть, приходят они. Все думают, обязательно христианская мессия. Потому что никто не понимает, что за христианская мессия. Христос. Откуда слово христиане, как вы думаете? Ну, серьезно я спрашиваю. Ну, вот видите. Люди просто в силу невежества, они не знают. Это как Будда приходит, и все видели, что человек рождается, умирает, стареет. И никто не задумался. Все видели, что падает яблоко, но никто не открыл закон тяготения. То есть, всегда есть какая-то личность, какое-то знание, которое может проявить то, что возле нашего носа всегда было. И мы ошарашены. О, как же мы жили и не задумывались даже об этом. Это есть деградация. Когда это существует, вот так, один шаг до этого, чтобы это узнать, а человек этого не видит. Это называется вожделение, деградация. То есть, чем больше вожделения, тем человек меньше видит. Меньше способности что-то проанализировать, что-то увидеть, что-то понять. И куда-то он за 3-9 земель едет искать какую-то истину, когда она возле его носа. Всегда так происходит в мире.